Козел носатый Долстая обезьяна Саша, кидай во мне ничто Вот это мама убегает Я же сказал, что ты делаешь Скажи спасибо Я не выношу все, что было на отдыхе Дорогой ты мой А что было на отдыхе? Долстая рожа Вот видишь, как ты мне нож говоришь Долстый носатый А что ты не носатый? Нет А какой? Конечно Я запомню ничего Я не готовлю Я запомню, что у меня Хожу красивой И не рада мне сказала, как я хорошо выгляжу Что это? Брешь Потому что последний день ты надеваешь треники В смысле? Ты надеваешь треники И ты идешь венготовываешь Раньше так хорошо выглядел А еще раз у тебя видела Потому что нет треники Да ты венера тебе хорошо выглядела Сейчас ты тут Какого чё ты со мной живешь? Ах ну да, мне шабарин зато расскажут Какую там ты красивую девочку выберешь И что ты из тебя взял? Ты смотри Он не пойдет Ты пойдешь Я сказал Ты девочки Понятно? Блин А может я бы толстуху выберу А? Блин А может я бы толстуху выберу А может я бы толстуху А может я бы толстуху А может А может Ты меня доводишь, придурок Я? Я ничего не за тебе говорю Ты мне даже не пообещал до сих пор Хорошо, дорогая Конечно же все будет прекрасно Тебе нет, что переживать Покажи, я тебе сказал Я держу Я держу Ты ты пожор Дай пожор Ну а почему ты жму кайпажор Тоже она не держу Кайпажорка Ну если бы ты реально хотела Дай пожорка и калка Дай пожорка и калка Я ее хотела быть со мной Ты по моему дорогой назад Скажи, что я тебе сказала Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Саш, смотри. А-а-а-а! Вот так ты делаешь. Понимаешь? Толку 0, 1 вода, и ты делаешь так. А-а-а-а! Понимаешь? Саш, вот так ты общаешься с людьми. Думаешь, почему тебе не кажется... С людьми я общаюсь нормально. А-а-а-а! Я общаюсь только так, как ты заслужил. Слышь ты жирная морда. Почему ты меня оскоряешь с придуркой носатым? А? Почему я носатый? Тебе не нравится мой нос? Давно ли тебе носатый не нравится? А? Что, сказать нечего? Вот. Только оскорблять умеешь, только унижать мужчину умеешь. Женственной быть не можешь, устала, видимо. Да? Да. Давно что не материлась, Давно что мне мозги не выносила. Соскучилась, видимо, да, Саш? Саша, Сказать нечего. Вот именно. Пу-ста-я. Женщина. Я же страшная, да, как ты сегодня сказал? Я сказал, что ты страшно красивая. Нет, ты сказал, что я страшная. Ты это вчера повторил несколько раз. Ты сказал, что я мерзкая. А также, потом ты сказал, что... Ну, ты много всего сказал. Я не говорил, что ты мерзкая. Почему ты не извиняешься? А мне нет за что. Еще раз говорю, тебе есть за что извиняться? Ну, я подумаю, если будет за что я... Почему? Ты не извиняешься передо мной. Ты действительно считаешь, что я мерзкая? Вчера была, да. Еще раз тебя спрашиваю, с какой стати ты позволяешь себе? Ты говорите потом не извиняться. Если ты считаешь так, ты позоришь. Я не твоя жена. Я не твоя жена. Ты не будешь меня оскорблять. Даже когда я буду твоей женой, ты не будешь меня оскорблять, унижать и посылать. Ты понял меня? До того, как мы поехали в отпуск, я-то думаю, он изменился. Все, короче, он стал хорошим. Все прекрасно. Там у нас к свадьбе идет дело. Все, короче, семья-нин, семья-нин, все дела. У тебя зависть стоит пародирует. Мне все равно. Он, в принципе, только на это и способен. Майя, ну ты просто... Ну так вот, а когда мы поехали в отпуск, Майя, все тот же самый Йоси, которого мы знали 8 месяцев, до вот этой нашей поездки на Сейшелы, ничего не изменилось. Один в один. Ничего такого плохого себя не подумало. Ой, здрасте. Еще там что-то, понимаешь? Такое было с кем-то? Привольное общение. Подожди, такое было с кем-то? Ты дура, что ли? Говори, как было. Привольное общение. Он так подходил и всем делал. Да. Мы идем с Сашей, а помимо этого я иду, и каждую девочку проходящую и делаю так, ой, как прикольно. Короче, в общем, все. Ну ты поняла, про что я говорю. Проходим контроль, говорю этой женщине, ой, это слишком интимный разговор, нужно его решить в другом месте. Давайте отойдем. Все. Нормально, да? Все поржали. Нормально. А когда мы начали говорить, в общем, про всякие тусовки, не тусовки, слушай, он примеры себя ведет, простите, отвратительно. Я начала приводить примеры. Говорю, для меня, в принципе, как бы, ну, нормальное мужское поведение, вот я привела, например, Купин из Капы. Ну, иди тогда Купину, иди тогда Капатлы. Я могу сказать сегодня или нет? Можно не перебивать меня? Ты врешь. Короче. По поводу тусовок. Я говорю, для меня нормально, блин, когда, прости, мужик уже практически женат, именно общается так, допустим, с девушками, как Леша, как Купин, как Витя. Я говорю, хорошо, я, например, понимаешь, мне, в принципе, не свойственно мужика контролировать, читать переписки. Да можно? Я скажу. Ой, не трожь меня. Я сказала, не перебивай меня. Я сказала, что ты себя в руки, ничего не проявляешься логичного, чтобы ты сейчас себя так вела. Ты врешь, и мне это не нравится. В чем я вру? Ты можешь угомониться. В чем? Я вру. В том, что я наконец-то начала правду говорить. Какую правду? В том, что я наконец-то правду начала говорить. Да ты этого бесишь. Какую суку бить? Саша, если ты хочешь, чтобы я с кем-то начал флиртовать, А ты это делаешь? Если ты хочешь, чтобы я это начал делать, я это начну делать. Уже будешь один. Ты сейчас... Ты сказал, отошел от меня. Ты сейчас это обсуждаешь, как будто я с кем-то флиртую. Мне это не нравится, потому что это не так. А если ты хочешь это обсуждать, и раз ты это обсуждаешь. А что мне стоит-то делать? Видимо, мне нужно начать это делать, Саша. А как же так? Что, идиот сказал? Отойди от меня. А что мне отходить? Да отойди от меня. Иди поплачь. Я не хочу этого носить. А что вы носить? Ничего нет. Ты больная. Ну что, ребят? Тебилизм. Йось, для тебя сейчас было нормально? Как не реагировать на то, чего нет? Йось, для тебя сейчас было нормально? А? Для тебя сейчас нормально было? Что именно? Правда, женщина плачет. Что бы ты сейчас ни говорил, и что бы ты сейчас ни говорил. А мне плевать, я не буду послушать то, чего нет. Успокоил бы. Да чем мне это успокаивать? Йось, ты кидаешься. Да, на, кино. Но у нее нет. Женя, она моя будущая жена. И я не такой дебил, чтобы ей ходить и изменять, и при этом флиртовать с кем-то. Если она считает, что я готов на это, уж прости, тогда нам не по пути. Подождите, а вам не кажется, что Саша сошла с ума? Что произошло? Йось, это она сейчас разбила, я так понимаю. Стоит и врет. Нагло врет, что я с кем-то флиртовал на облике. А ты повода ей не давал? Да, это грязно, где-то там пошутил. Йось, а ты повода ей не давал никогда? Подожди, подожди. На каком отдыхе? Когда вы были две недели назад? Да. Две недели назад вы были на отдыхе, а сейчас она тебе предъявляет? Я это вынесла. Че вынесла? Все, что у нас было ужасно, это то, что она мне там за это выносила мозги, и я на нее поднял руку из-за того, что она врала. Она видит ситуацию так, как она хочет видеть. Этого нет. Зачем это видеть? У Сани явная паранойя по поводу еественных измен, которая тянется уже очень-очень долго. И она... Нет, Леш, просто, да, я где-то совершил ошибку, да, где-то соврал, хорошо, это было. Я каюсь, но постоянно это упоминать, и если ты не можешь мне до сих пор доверять, а смысл тогда ты едешь к моим родителям, потом говоришь то, что ты специально меня привез, ты, в принципе, ничего не хочешь. Тебе надо с этим смириться, потому что Саша тебе это будет смирать регулярно. Я не буду с этим смиряться, Леш. Я не буду с этим смиряться. У нее есть вот эта вот паранойя, она, наверное, тебя ревнует даже в столбу. Стой, подожди, а с чего это опять началось? С чего это началось? Мальчишник. Мальчишник? Мальчишник, девочка. К тому, что я буду флиртовать, к тому, что я, в принципе, флиртую. Нет, к тому, что ты поспорил якобы с Шабарином, и ты будешь показывать девочку. Ты покажешь свою идеальную девушку Шабарином. Ну, вообще-то мы шутили, что Йосе не берет самую страшную. Я не могу показать на любую девушку. Нет, так в чем прикол, ты вчера что сказал, что выберешь самую страшную, правильно? То есть, может, Саша думает, что у него фу, сына страшных, и таким образом у меня самоспорит. Нет, так тут дело не в этом, я не понимаю просто. Вчера она говорила, слышь, да это даже не обговаривается, мне плевать на твое мнение, Йосе, я еду на девичник, а сегодня она, Йосе, Йосе, мне там, ты будешь флиртовать, к чему это, зачем? А если он не поедет, то он, вонючка, типа, что он борется, якобы. То он трус, не может поехать, потому что сорвется. То есть, ей, постойте, не угодишь. А где она вообще, где она спряталась? Вышла улица. Я не хочу, говорю, мне это не свойственно, контролить кого-то. Говорю, я понимаешь, я, блин, сейчас себя чувствую, реально, дура, понимаешь? Одним, блин, глазом я занимаюсь своей жизнью, другим, блин, глазом я смотрю, блин, на то, не флиртуешь ли там с кем-то, это вообще нормально. Нет, это не нормально. Получается, что когда мы были на девичнике, он флиртовал тут с девчонками, да? Да нет. Это было в отпуске. Да. И ты просто этого не выносила. Да. И сейчас это просто всплыло, и ты не смогла больше молчать. Мы просто вчера вчера переписывались, и я говорю, вот, говорю, завтра будет очередная тусовка. Я говорю, и что, говорю, мне думать? Вот что? Чего ждать? Чего ждать? Я говорю, скажи, говорю, мне сразу, что мне ждать? Я говорю, я в любом случае, говорю, меня там не будет, говорю, но я буду смотреть все сторисы, все видео, говорю, все, говорю, эфиры, говорю, я в любом случае буду смотреть, потому что я не доверяю тебе, я не говорю, что он меня не любит. Я не говорю там про то, что он ко мне как-то плохо относится, нет. Но это даже на интуитивном уровне меня бесит. Есть, понимаешь, вот эти вот, ай, я там самец, вот, понимаешь? Я говорю, по-другому со мной невозможно. Либо мы живем вот так, нормально, и я у тебя на первом месте, ты не смотришь на всякие проходящие мимо, блин. Ты просто живешь нормальной жизнью, либо ты от меня уходишь, все просто. Я не собираюсь, понимаешь, там, до них нормально, понимаешь, что в принципе мужики изменяют, понимаешь? Санечка, смотри, Сань, слышишь меня? Ты просто, главное, успокойся. Ты себя на эти нервы сейчас не выводи. Понимаешь, просто я начинаю это говорить, он меня перебивает, он начинает мне, понимаешь, навязывать то, что я идиотка. Сейчас выдохни, успокойся, не надо сейчас нервничать. Если он приедет из клуба с какими-то подобными новостями, ты сделаешь о нем выводы. Смотри, господи, хватит обсуждать в контексте клуба, не клуба, не об этом идет речь. Я хочу в принципе, конечно, я хочу, чтобы мой мужчина нормально отдыхал, понимаешь, выезжал, чтобы я не переживала, лежала там. Чтобы он доказал тебе, что можно ему доверять. Так да, понимаешь, но все равно, говорю, понимаешь, что у него есть этот флирт, общение, там еще что-то. Мне это зачем? Вот говорю, вот меня устраивает вполне, понимаешь, как вот отдыхает, допустим, Леша, там Капа, Витя. Да, там они могут поржать, могут поприкалываться, потанцевать, но, как понимаешь, не притягивая ничего. Я когда Йоси об этом сказал, он говорит, может, мне вообще никуда не поехать? Я говорю, а ты, получается, не можешь без этого отдыхать? Значит, ты боишься намотаться? Вот мой был дословный текст. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!